Добрый день, дорогие друзья! Ну и, конечно же, ждите розыгрыши призов совсем скоро, разыграем для вас что-нибудь интересненько. Вить, у меня к тебе такой вопрос. Вот что ты в последнее время делал для окружающей среды, для природы? Что такого полезненького? Ой, ты знаешь, я ездил с бабушкой на дачу и помогал сажать ей там деревья, кусты, травку косить и так далее. Ты думаешь, это для природы? Мне кажется, это для себя, потому что было красиво на даче ты сделал. Знаешь, дачи уйдут, а деревья останутся. Вот что я тебе скажу. Хорошо. Я, к примеру, честно, начала сейчас сортировать мусор. Ну, по крайней мере, пластиковые бутылки стараюсь выкидывать отдельно. И вот как-то думаю, что это все-таки благоприятно влияет на окружающую среду. А вот кто точно знает, чем же помочь окружающей среде и вообще как же защитить нашу матушку природу, я это думаю, наши сегодняшние гости. Знакомьтесь, это у нас организаторы фестиваля, экологического фестиваля. Ну и, конечно же, представим всех поименно. Елена Катерина Маслова, организатор ЭКО-феста, куратор волонтерских программ «Зелёная лига». Здравствуйте. Здравствуйте. И Антон Пунток, организатор ЭКО-феста, член «Зелёная лига» и руководитель общественного движения «Третий путь». Что же это все значит? Здравствуйте. Что же это все значит? Нам объясните. Ну, сначала хочется познакомиться именно с общественной организацией «Зелёная лига». Когда оно существует? Как давно вы с ней знакомы? Ну и, собственно говоря, когда вы являетесь участниками? Давайте я начну, я вам расскажу, что, собственно, из себя представляет организация «Зеленая лига». Изначально это был Самарский социально-экологический союз. Он существовал довольно давно. Приблизительно в 2010 году я сам познакомился с ним, то есть с Сергеем Владимировичем, руководителем, и начал активно участвовать в волонтерских акциях, то есть по уборке парков, начал сам читать литературу, изучать как-то эти вопросы. Меня это все очень сильно заинтересовало. Впоследствии «Зеленая лига», как бы, да, появилась «Зеленая лига». Это как переход, не знаю, как такое сделать. В общем, суть в том, что этот Самарский социально-экологический союз перерос в «Зеленую лигу». То есть немного изменились стандарты, немного изменился устав. По сути, это осталась та же организация, все те же цели. То есть цели – это экология и социальная экология. И тут вот прямо тесно связаны, как с другими общественными движениями. Одно из уникальных таких явлений именно в «Зеленой лиге», что это организация сетевого характера. То есть у нее может вступать как индивидуальный человек, как член организации, как целиком какая-то организация или группа лиц, как коллективный член организации. Этим она кардинально отличается от других. В «Зеленую лигу» входят какие-то учебные заведения даже есть, входят в состав «Зеленой лиги». Это ее как бы преимущество, это дает ей больше возможностей. И думаю, ну так вкратце это основное. Хорошо. Катерина, рассказывайте вы, почему именно туда пришли, чем понравилось. Ну моя история знакомства с «Зеленой лиги» достаточно намного короче, чем у Антона. Конкретно с этой организацией я знакома буквально полгода. Первый раз примерно год назад я выступила волонтером. В качестве волонтера, ну скажем так, пришло сознание, что нужно что-то делать для нашего общества. И там мы познакомились с людьми, такими как Маргарита Юрьевна Трофимова, один из членов «Зеленой лиги» и руководитель общественной экологической инспекции. Она меня, соответственно, уже через некоторое время познакомила с Сергеем Владимировичем Симаком, председателем «Зеленой лиги». Я думаю, ему надо обязательно передать привет. Да, ему посмотрят обязательно эфир, по крайней мере, уже в записи, в интернете. Нам очень жаль, что сегодня не получилось у него присутствовать, но в связи с командировкой. Я думаю, мы не ударим грязь лицом сегодня на программе. И мне предложили, ну мы пообщались, знакомства выяснили, какие цели у «Зеленой лиги», какие цели у меня, что я приветствую, что не приветствую. И мне предложили должность куратора волонтерских программ. То есть моя задача состоит в том, чтобы организовывать инициативных людей, которые хотят сделать что-то для нашей экологии, для нашего округа, но при этом не знают, куда, во-первых, где необходимо приложить усилия, а во-вторых, нету какого-либо обеспечения. Ну, элементарно, тех же перчаток, мешков и вывоза мусора. Казалось бы, это такая мелочь, но это всегда очень важно. Ну, вот, собственно говоря, моя история знакомства, что из себя представляет лига, Антон уже сказал. А «Зеленая лига» — это самарская организация или она... «Зеленая лига» — это российская организация. То есть отделение есть во многих городах. Просто исключительная какая-то такая черта, скажем, «Зеленой лиги» и связь ее с Самарой, то, что один из основателей, Сергей Владимирович Тимак, он непосредственно сам родом из Самары. — Слушайте, то есть это получается не наоборот, да, то, что из России, ну, как бы я имею в виду из других регионов пришло в Самару, а наоборот из Самары начало продвигаться в другие регионы. — То есть обычно есть такой у нас как бы уже сложившийся, я бы даже уже сказал, что стереотип, что все руководство находится, например, в Москве. А у нас все наоборот. То есть мы вот в Самаре, в частности, вот у нас руководитель, вот он ближе к народу, он также участвует в акциях каких-то, и мы всегда можем прийти и пообщаться с ним, не по телефону, а вживую, перенять у него какой-то опыт. И это, я считаю, очень ценно. — Что же, дорогие наши телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, 202-11-22, телефон наш неизменен и ждет, конечно, ваших звонков. Расскажите, пожалуйста, нам, что же вы сделали такого интересного и приятного для природы, быть может, отправлялись на субботники, которые, кстати, не так давно завершились у нас в городе, кстати, были в субботнике? — Да, у нас университетом. — Мы с телеканала «Самаргиз» тоже, конечно же, присутствовали и на общегородском субботнике, и на субботнике, где убирали нашу территорию. Но я думаю, что вы, наши дорогие телезрители, тоже как-то приложили свою руку к красоте и чистоте нашего прекрасного любимого города. Что ж, ну давайте теперь по, скажем так, по существу, по делу говорить. Я так понимаю, что «Зеленая лига» организует очень много интересных мероприятий. И это не только экофест, о котором мы обязательно расскажем, который скоро стартует в Самаре, но что-то еще рассказывайте. Что же такого интересного, самого знака? — Самая, наверное, основная деятельность, она менее заметна, это волонтерские программы, непосредственно вот куратором которых является Катя. Это те программы, на которые я и сам попал в эту «Зеленую лигу». И вот именно я считаю, что они самые значимые. Они выполняют именно ту значимую функцию, которую должна выполнять экологическая организация. То есть не как, скажем, какие-то абстрактные вещи, а реально приземленные. Когда человек участвует в них, он реально видит результат. То есть не такие громкие, которые на всю страну заявляют о себе, а тихим, спокойным делом доказываете, собственно говоря, свою значимость и свою надобность. — И что самое главное — результативные программы. — Также мы же участвовали в общегородских субботниках. То есть были объекты, которые именно... — Смотрите, у меня есть несколько фотографий, которые, скажем так, объединены у нас под лозунгом «Чистая весна». Что такое? Что это за акция, быть может, или мероприятие, которое проходило? — Ну, данное мероприятие было именно эковолонтерское. То есть мы объединяли людей, готовых участвовать в субботнике. — Как раз видим сейчас в кадре, да, как это проходило. — Да, и мы приурочили это событие вместе с общегородским субботником, чтобы это было, скажем так, совместными усилиями во всех частях города. И конкретно «Зеленая лига» присутствовала в тот день в 18 точках. То есть это начинает с 116-го километра, заканчивая парком 60-летия советской власти, лесопарк. Достаточно, ну, даже недостаточно, а огромное количество приняло участие. Даже вот элементарно с нашей стороны было порядка 700 человек в различных частях города. И, ну, это стандартный субботник для того, чтобы начать, когда снег спадает, из-под него появляются очень неприятные подснежники, как мы их называем. Ну и, соответственно, чтобы вступить в весну чистую, чтобы приятно было ходить в парке, в лесопарке и каких-то там скверах, для этого и проводится, скажем так, регулярное событие «Чистая весна». Флэш-мобы. Очень интересные такие направления, которые, ну, собственно говоря, опять же, направлены на что-то такое позитивное, положительное, но привлекают, наверное, народ, людей своей массовостью, своей интересностью. Вот что-то было такое? Какие-то флэш-мобы? Мы реже всего к этому обращаемся только даже, наверное, потому что у нас есть определенные задачи, которые мы перед собой ставим. Например, есть какой-то загаженный сквер. И наша задача его убрать. То есть не то, что там популярность. Поэтому нам требуется обычно точное количество людей, чтобы знать, чтобы растенить, сможем ли мы это сделать, не сможем ли мы это сделать, что нам для этого потребуется. Нам же нужна будет спонсорская поддержка, сколько машин нужно будет для того, чтобы вывезти. Поэтому в этом плане пробовали мы где-то примерно в 2011 году на уровне флэш-мобов это делать. И результат получался такой, что многие люди приходили, но уборки самой не происходило. То есть какое-то количество из 35 человек уберутся. Мы как раз видим один из флэш-мобов. Что такое-то? Расскажите, пожалуйста, нам. Флэш-моб в защиту. Это... Уже позабыли. Столько мероприятий за спиной. Это в частности такие флэш-мобы. Цель их, например, это отдаленная от таких волонтерских акций. Цель таких флэш-мобов именно привлечь внимание общественности. То есть если волонтерская акция – это конкретная задача по уборке, то такие флэш-мобы, это делается с целью привлечь... Например, где-то происходит незаконная вырубка. Привлекаются люди. Как вы видите там на фотографиях шары, какие-то рисуются баннеры. и рассылается это по интернету. Чтобы достучаться, опять же. Да, чтобы достучаться. И сама цель этого мероприятия – просто как бы прийти, поучаствовать и уйти. Вот в этих мерах, да, мы используем флэш-мобы. Но это не так часто, это довольно-таки редко бывает. Хорошо. Юль, предложение разыграть что-нибудь для наших телезрителей? Я думаю, да. Необходимо. Уже заскучали, мне кажется, наши телезрители что-нибудь такое интересненькое для них, потому что всегда хочется отправиться на какой-нибудь прекрасный спектакль, кстати. Расскажу, что мы разыгрываем два билета на спектакль «Олигарх», который состоится в театре «Самарская площадь» 17 июня. Телефон для ваших звонков, прямой эфир 202-11-22. А вопрос звучит следующим образом. Позвоните нам и скажите, в какой воде живут раки? В пресной, в соленой, возможно, или они любят грязную и иллистую воду? Вот такой вот интересный вопрос на тему экологии. В какой же воде выживут, живут и существуют раки? Где же раки зимуют, в общем? Где же раки зимуют, да? Что ж, 202-11-22, телефон нашего прямого эфира не изменен. Ну а тем временем, пока вы думаете, быть может, ищете вариант ответа, я хочу задать вам такой вопрос. Изменилась ли ваша, не то что жизнь, а образ жизни с тех пор, когда вы вступили в «Зеленую лигу», ну и когда узнали вообще о таком движении? Разумеется. Даже элементарное присутствие человека на субботнике, говорю по собственному опыту, напрочь отбивает желание где-либо когда-либо мусорить. Потому что когда лично своими руками выгребаешь весь всю эту грязь и мусор, в этот момент приходит осознание, чтобы ни одного фантика, ни одной бумажечки теперь мимо урны. Во-вторых, общаясь, конечно, с людьми, которые очень тесно с этим связаны, с экологами, с председателем Симаком Сергеем Владимировичем, приходит осознание о том, как надо, грубо говоря, на бытовом уровне помогать нашей природе. Что, ну даже, скажем так, такие банальные вещи, как ни в коем случае нельзя выкидывать батарейки в мусор, их нужно специально утилизировать, нельзя ртутные лампы, потому что это очень сильно отравляет почву, и на самом деле мы вредим не только, ну, природе не думаем, что это где-то там далеко нас не касается, Это все близко, это гораздо все ближе, чем мы думаем. Да, это все в воду, а вода у нас, как известно, не меняется, она просто каким-то образом отфильтруется, ну, мы так думаем, но на самом деле тяжелый металл, все, оно попадает в наш организм, поэтому сортировка мусора, те же вот уборки и, скажем так, разговоры с другими людьми, они, конечно, очень сильно меняют свое отношение. То есть те же все-таки меняются. Разумеется. У нас есть звонок от нашего телезрителя, я предлагаю спросить у него. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. А, мне тут Валерий. Валерий, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы заботитесь об экологии, вообще следите ли за окружающей средой, помогаете деревьям? Да, конечно. Обязательно не прохожу мимо урн, если что-то есть в карманах. Обязательно выброшу. Очень правильно. Обязательно поправлю кого-нибудь, если кто-то выброшу. Вот, это очень правильно. Мне кажется, с этого начинается, ну, по крайней мере, маленький шажочек к большим-большим результатам. Что ж, вариант ваша ответа. Витя, ну давай, задавай свой умный вопрос. Вопрос, в какой же воде живут раки, в какой же воде они могут жить? В соленой, в пресной или в грязной илистой? То есть, давайте в два варианта ответа. Либо чистая пресная, либо грязная илистая. Там чистая пресная. Да. Чистая пресная. Все верно. Грязная илистая, конечно, более к месту. Грязная илистая? Грязная илистая. Это ваш вариант ответа? Это мой вариант ответа. Витя, ну давай, раскрывай карты. А я уже почти было подсказал. Да, действительно, грязная и илистая. Вода не подходит для существования раков. Они могут жить только в той воде. Ну давай, подожди, подожди, подожди. Но все-таки ил. Что, 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 Юля, что же такое? Он говорит, что нужен ил. Не видно, как водятся раки. К сожалению или к счастью, но я видел, и более того, я их ловил. Просто для Самары с нашей водой в Волге это характерно, да, и ракам там приходится тяжело. Но я могу сказать, что на водоканале используются раки в Питере, например, и с помощью раков измеряется, насколько чистая вода. Ну я предлагаю, за то, что человек все-таки ответственный за свою природу, ответственный за окружающую среду, ну давай все-таки дадим приз. Конечно. Нам не жалко для людей, которые соблюдают правила экологии. Хорошо, нам не жалко. Два билета на спектакль олигархов в Театре Самарская площадь. 17 июня ничего не планируете на вечер, потому что вы отправляетесь, ну и какой-то ваш близкий человек отправляется на этот замечательный спектакль. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо. Что ж, ну мы уже спросили, меняется ли образ жизни у вас, поменялся ли образ жизни с вступлением, со знакомством, с зеленой лигой. Такой же вопрос задали жителям нашего города. Посмотрим. Посмотрим. Что же ответили нам? Ну меняло очень много разных образов было, и цвета, и стрижки, все, все, что с этим связано. Все пришло в том образе, который меня в принципе устраивает. А вы как считаете, вообще нужно экспериментироваться своим образом? Вот ваше мнение. Я думаю, да, надо меняться. Время меняется, люди меняются, все меняется, и человек тоже должен идти в ногу со временем. Да, ну особо я всем довольна, мне кажется. Особо каких-то изменений не планирую. Таких резких экспериментов не было, смешность. Ну, единственное, что только окрашивание, может быть, было из таких резких экспериментов, а так вот стараюсь не экспериментировать, я больше все-таки за естественной красотой. Я думаю, что нужно. Меняться, меняться в лучшую сторону каждому человеку. Ну, я, по крайней мере, вот недавно постригусь, поменялась, все время были длинные волосы. Вот после рождения ребенка решила измениться. Не жалеете? Нет. Нет, не жалеем. Мы решаемся, худеем все время. Но пока не получается до той степени, как и хочется. Мне не нужно, но помолодеть лет на 30 хотела бы. Хорошо. А менять внешность не надо. Что ж, разговариваем сегодня о экологии, ну и, конечно же, расскажем вам, где же состоится экологический фестиваль. Совсем скоро состоится он, небольшая вам затравочка. У нас есть звонок от нашего телезрителя, кстати. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Алиса. Али... Еще раз? Алиса. Алиса? Алиса. Алиса, ну практически в стране чудес, в прямом эфире универсального формата. Алиса, зачем пожаловали? Хотите ответить на вопрос, либо задать какой-то свой вопрос? Я хотела задать вопрос гостям вашего... Пожалуйста. В зоне Екатерина. Пожалуйста. Вы уже упоминали про отдельный сбор мусора. Скажите, где в Самаре можно сдавать отдельные батарейки, отдельные зубные лампы и прочая сборка? Хорошо, спасибо большое. Спасибо за вопрос. Мне кажется, очень нужный вопрос, кстати говоря. Не знаю. Спасибо за вопрос. Смотрите, у нас есть определенные партнеры, которые занимаются этим на протяжении длительного времени, причем даже независимо от Зеленой Лиги. Во-первых, принимают батарейки в медиамаркете и в Икее. Они всегда... Это у них постоянные акции. Также мы у себя принимаем батарейки и ртутные лампы. А также еще такая затравочка, я вам скажу, у нас по законодательству жилищно-коммунальные службы обязаны принимать ртутные лампы. К сожалению, не в каждом доме это используется, но все-таки в некоторых домах действительно принимают либо консьерж, либо человек, скажем так, стоит лампа, ящик специальный для сбора ртутных ламп. Давайте только, Кольюш, мы начали... Ну да, мы проговорили уже какие-то основные моменты, какие-то основные программы, акции. Что еще из такого, из гордости вашей? Какие акции какие-то интересные? Ну, первое, что мне приходит, это экологические капельки, это основной, скажем так, процесс формирования экологической культуры. Потому что можно до бесконечности работать с теми, кто уже есть, но воспитать экологическое ответственное поколение, это на самом деле очень важно. Поэтому это про что из себя представляют экологические капельки. Это брошюры специальной методички для школьников примерно с 6 по 11 класс, которые не идут в разрез отдельным урокам, которые встроены в учебную программу. Допустим, это задание по обществу о знанию с тематикой, где прослеживаются вопросы экологии. Или математика. Задача не просто из пункта А в пункт Б, а именно задача подстроена так, чтобы дети еще понимали вопрос экологии. То есть не надо составлять какую-то другую новую программу, просто включить одну-две задачи во время урока. И это уже практикуется в некоторых школах у нас в Санаре. Мне кажется, да, это очень важно, потому что правильно настроенное поколение нужно нарастить с самого-самого юного детства. Екатерина, спасибо вам большое, что были у нас сегодня в эфире. С вами мы прощаемся, говорим до свидания. А вот в следующей части нашей программы мы встречаем участников экологического фестиваля. Ну а пока смотрим небольшой опрос. Много ли в Санаре воспитанных людей? Как ты думаешь, много? Думаю, да. Думаешь, да. Ну давайте посмотрим, что ответили нам жители нашего города. Воспитанный человек. Это человек, который поступает по совести, по зову души. То есть он никогда не сделает никакого плохого поступка и будет всегда поступать так, как считает нужным. Много ли воспитанных сейчас в нашем мире? Я надеюсь, что много, конечно, воспитанных. Я надеюсь, люди остаются еще в нашем мире. И они встречаются. Сейчас трудно очень сделать большое различие между образованием и культурными людьми. Поэтому культурный человек, ну, скорее всего, это большей частью терпимый и не агрессивный. Ну, конечно, читающий, который в театр ходит, фильмы смотрит. Образованный тоже в том числе. Не будет мусорить воспитанность. Ну, то есть он за столом будет себя нормально вести, одет он будет прилежно. И семья, как правило, участвует в воспитании. И общество, и школа. Поэтому, ну, воспитанный, ну, естественно, образованный должен быть. Культура присутствует в общении. Вот это, наверное. Воспитанный человек, ну, который соблюдает, наверное, манеры. Ну, всегда говорит «привет, здравствуйте», элементарно. Извините, простите. Который не хамит, не, не знаю, не ставит себя выше других, когда того не следует делать. Как-то так. А воспитанный и образованный одно и то же? Ну, нет, я бы не сказала. Образованный человек не может быть, точнее, может быть и невоспитанным, а воспитанный человек, наоборот, может быть и не иметь, допустим, высшего образования. Это может из семьи идти. То есть необязательно образование на это влияет. Воспитанный человек, человек, который своим поведением, существованием доставляет минимум неудобства окружающим людям. Ну, а тем, кто только включил свои телевизоры, я напоминаю, что в эфире универсальный формат. В студии ведущая Юлия Север и я, Виктор Животовский. И для ваших звонков используется номер 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы гостям, участвуйте в розыгрыше призов. А, собственно, сейчас для вас будет вопрос. Фото-вопрос. Фото-вопрос. Я бы сказала, есть у нас замечательный кадр из какого-то фильма. И, кстати, вопрос, собственно, так. Из какого же фильма этот кадр? Сейчас он нас выйдет на экраны. Я бы сказал, что это традиционный вопрос. Из какого же фильма данный кадр? Что разыгрываем, Витя? А разыгрываем мы билет на вечер романса в филармонии. А исполнять для вас романсы будет Владимир Самсонов. Когда это пройдет? 18 июня, да, кстати, вот тут пометочка у меня. 18 июня пройдет эта филармония. Я думаю, для всех любителей классической музыки, для всех любителей романсов. Очень интересное мероприятие. Так что звоните. Быстрее, быстрее, быстрее. Тем более вопросы, мне кажется, очень легкие. Вы согласны с нашим вопросом? Что ж, я вам представляю наших новых гостей. Ну, с Антоном вы уже знакомы, с организатором, одним из организаторов Экофеста, ну и членом Зеленой Лиги. Рядышком расположилась у нас Татьяна Заречная, участник тоже Экофеста, и организатор фримаркета. Что такое фримаркет, нам Татьяна поведает чуть позже. Ну и рядом знакомьтесь Саша Сива, участник Экофеста и лидер рок-группы. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ребят, ну вообще, скажите, пожалуйста, хочется к вам обратиться. Первый ли раз участвуете в Экофесте, в экологическом фестивале? Именно в Экофесте, да, первый раз. До этого я фримаркет делала в каких-то? В других. В общениях. Теперь. Так как у нас близкие идеи с Экофестивалем, мы решили сотрудничать с ее. Очень хорошие ребята. А как вообще познакомились? Как вообще нашли друг друга? Услышали, увидели, сами напросились? Ну, так давно знакомы. Давно знакомы. Давайте я, наверное, да, скажу. Мы просто проводили небольшую работу заранее, перед тем, как планировали, кого позвать, и оповещали многих активистов, общественные движения, музыкальные группы, о том, что будет Экофестиваль. И как бы за уши мы никого не тянули, кто люди отозвались, с кем у нас общие идеи. То есть политика Зеленой Лиги такова, мы сотрудничаем абсолютно со всеми, кто поддержит экологические акции какие-то. Ну вот ребята отозвались, и они теперь с нами в команде. Я бы даже сказал, они как партнеры с нами теперь. Отозвались и телезрители наши. Есть звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Ольга. Ольга, очень приятно. Я так понимаю, вы к нам пожаловались за подарками? Да. Отлично. Ну, какой же фильм представлен на кадре? «Жизнь Пи». «Жизнь Пи». Смотрели? Да. Понравился? Очень. А участвуете ли вы в субботниках в нашем городе? А вот такой вот каверный вопрос от Виктора. Да, раньше участвовали. Раньше участвовали? Да. Сейчас уже на пенсии. Сейчас уже на пенсии, заслуженно отдыхаете. Заслуженный отдых, это хорошо. Да, заслуженно отдыхать. Ну что ж, я предлагаю вам культурно отдохнуть. 18 июня отправляетесь вы на вечер романса в филармонии. Состоится такое мероприятие. Приятного вечера вам. До свидания. Ольга. Ольга у нас уже... За призом уже побежала. Да, Ольга уже побежала за призом. Что ж, Саш, рассказывай, как ты знаком вообще с организаторами Кафеста. Что будете делать, исполнять? Ну, у нас там будет большое такое выступление. Ну, по крайней мере, больше, чем на таких опен-эйрах. А так, в принципе, знакомы. Ну, через интернет. Антон написал, не хотите принять участие. А вообще часто принимаете участие в фестивалях, но легко отзываетесь? Да, вполне. Ну что же, а экология. Волнует ли вас проблема экология? Конечно, да. Что-нибудь делаете для того, чтобы... На улицах бутылки пустые там. То есть, есть такой стереотип, то, что рок-группы, это, наоборот, как-то могут, ну, не знаю, что-нибудь кинуть и так далее. Нет. Говорю... Да, ну, нужно все-таки по-культурней себя вести. Нужно по-культурней вести. Конечно, да, в родном городе. Слушайте, ну, это замечательный совет, мне кажется. Можно я тут немного добавлю? Как бы, мы за то, чтобы ломать, да, стереотипы. И более того, скажу, что, вот, немного, да, об экофесте еще добавлю, что в этом году он исключителен. Потому что многие ребята, кто с нами, партнеры, участвуют, их, либо они сами, либо кто-то из их ребят, будут участвовать в волонтерских программах. То есть, они не только у нас будут связаны концертной частью с нами, а целиком и полностью нас будут поддерживать. Давайте уже раскрывать карты, когда, где состоится это событие. Экофест пройдет на набережной, где ладья. Будет он проходить 20 июня. Будет он в две части. Первая часть начинается с 10 часов и продлится примерно до 12-30. Мы расписали площадки, их на данный момент 8, где будут проходить экологические акции, волонтерские непосредственно. После того, как ребята провели акции, собрали мусор, мусор увезли, ребята отправляются на набережную. Мы начинаем готовить непосредственно концертную часть. Это вторая часть, да? Да, фестиваль. Она официально начинается с 17.00 и продлится она до 23.00. Почему так поздно? Тут есть один момент, что с 22.00 до 23.00 мы планируем показ экологических мультфильмов. То есть это первые 30 минут мы планируем нарезку из небольших мультфильмов, а последующие 30 минут у нас готовится один такой, так скажем, сюрприз. Мы не будем открывать. Мы не будем его открывать, мы нигде его не добавляем в списки. Это будет, чтобы была такая интрига. Интрига, да, интрига, чтобы была. Надо прийти и просто все посмотреть, увидеть все своими глазами. Татьяна, расскажите нам, пожалуйста, что же за фримаркет будет на Экофесте. Фримаркет, дословный перевод, это бесплатная ярмарка, свободная ярмарка. Сюда каждый желающий может принести вещи, ставшие ему по какой-то причине ненужными. Также забрать абсолютно любые вещи. Это может быть одежда, книги, техника. То есть каждый желающий все ненужное вместо свалки может принести к вам, и этим можно будет потом воспользоваться. Естественно, можно приносить то, чем в дальнейшем можно пользоваться. То есть не совсем мусор. Мусор уж, пожалуйста, выкидывайте в раздельный сбор. У нас также будут стоять контейнеры, то есть мы собираем макулатуру, батарейки, лампочки, пластик номер 2 и номер 5. Это вот внимательно, потому что принимают только номер 2 и номер 5. А в чем же разница? Вот принимают так. Понятно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну а что такого, я так понимаю, что фримаркет был организован не только на Экофесте, а на каких-то других фестивалях, на каких-то других площадках города. Правильно? Было уже такое? Что самое необычное приносили? Частый вопрос. Принтер. Принтер? Гитара. Ну, кстати... Гитара не нужна. Ну, ее сразу забрали. А принтер до сих пор стоит. Хорошо. А что самое ненужное приносили, что вот как бы до сих пор, может быть, деньги... Трусы советские. Я не знаю, каким образом, на это было так смешно. Я не знаю, просто зачем. Ну, кто-то еще поделится. Ну, белье просто, ну, это настолько личное что-то такое, и то есть еще... Я призываю, что оно использовано. Ну, просто даже на фримаркете, даже на фримаркете нужно быть рациональным. Ну, конечно. И не приносить такие вещи, которые совсем стыдно показать другим людям. Да, видимо, да. Хорошо. У меня к Саше вопрос, собственно говоря. Скажи, пожалуйста, какие песни? Какие песни есть? Про что? Есть ли что-нибудь посвященное нашей матушке, природе, нашей земле? Конечно. Песни есть про все, они абсолютно разносторонние. Есть и про природу, и там, про времена годы какие-то они. Ну, про город есть, там песни у нас всякие разные. Про людей. Ну, я так понимаю, что группа ваша, ну, в принципе, можно сказать, старожила Самара, правильно? Да ну, не то чтобы, шесть лет нам только будет. Ну, шесть лет, мне кажется, это достаточно большой срок. К примеру, все группы, которые, да, у нас были, ну, мы, можно сказать, что да, вы такие старички уже. Да ну, наверное. Не пообидно сказано. Наверное. А какие еще группы будут принимать участие? Будет еще принимать группа Два Льва. Были, кстати, у нас в эфире, да, тоже старички. Да, они сегодня должны были прийти с нами, ну, какие-то, да, сложились причины, что они могли прийти. Передаем привет, я думаю, обязательно ребятам всем. Да, я думаю, привет большой, потому что они нам тоже помогают в каких-то организационных моментах. И далее каких-то конкретных более групп не будет. Будут разные коллективы выступать. Да, а что, давайте, что ожидает программа? Будет фаер-шоу. Программу мы немного тоже держим в тайне. Вот такие вот у нас, да, у нас доинственных гостей. Доинственных гостей у нас, хорошо. Да, интрига, она побуждает интерес. То есть, а мы хотим, чтобы к нашему мероприятию непосредственно был интерес. И я вам сейчас в общих чертах так расскажу. Планируется показ фильмов, планируется выступление групп, планируется фаер-шоу, планируется выступление в начале будет для детей, это ансамбль, шоу мыльных пузырей. Будут у нас ребята-барабанщики, будет и аккордеон, и будет у нас певец один, который будет сольно выступать. То есть, как бы, чтобы вы понимали, у нас мероприятие не вот как, например, рок-фестиваль, а наша цель все-таки объединиться разных людей. Разные направления? Потому что, да, совершенно разные люди. Но с одной целью? Да, совершенно разные люди интересуются экологией, она заботит абсолютно всех. Как один мой знакомый говорит, что даже, говорит, мою собаку заботит экология. Но на самом деле мы все живем на земле, и нас это заботит. Помимо того, что люди будут выступать, у нас будет проводиться не только фримаркет, у нас будет проводиться благотворительная ярмарка, там будут какие-то поделки делаться. А мастер-классы будут? Мастер-классы будут. Тоже поделки? Тоже поделки разные. То есть, сейчас точно не могу сказать. В общем, все рукодельницы могут прийти. Много всего, если начнешь обо всех рассказывать, не хочу никого забыть, а то сейчас об одних расскажем, а других не расскажем. То есть, ну, мы постараемся программу до сих пор, вот, буквально до вторника, мы еще будем стараться ее наполнить чем-то интересным, чтобы она была максимально разносторонняя. И чтобы человек пришел, например, выступает барабан, который он слышал, там, ну, на днях. Он может пойти заняться чем-нибудь другим. Неинтересно ему это, он пошел там в фримаркет, смотрел какие-то вещи. То есть, выдаст сразу несколько площадок? Да, да, да. И можно будет разбрестись, как-то посмотреть все это, и не один час. Да, чтобы это был именно фестиваль, потому что, понимаете, это с 17.00 до 23.00, чтобы человек не вот на одном месте сидел, слушал, например, музыку, а мог себя как-то разнообразить. Планировалась полевая кухня, но из-за того, что бюджет все-таки, полевую кухню пришлось отменить. Планировали, то есть, много всего планировали, и пришлось немного амбиции снизить, резать, но будет, я думаю, очень интересно. Вы сделали самое лучшее, опять же, соединили, постарались сделать интереснее. В какой раз уже проходит экологический фестиваль? Экологический фестиваль проходить, наверное, будет уже в шестой раз. У нас есть, кстати, фотографии с прошлых лет, я предлагаю их пока посмотреть, как раз как-то прокомментировать, быть может. А вы нам расскажете, чем же отличается будет этот фестиваль от прошлых, или все-таки будет в традиционном стиле проходить? Я вам этого точно не могу сказать, потому что на предыдущих фестивалях я не был. Я участвовал, например, как волонтер, а потом уезжал. На фестивальной части я не участвовал. Я знаю точно, что это проходило на Лысой горе. Экофест. Экофест. То есть, это с 2009 вроде бы по 2012 точно проходило на Лысой горе. Цель была привлечь внимание людей к этому объекту. Вот, ну как раз, да. Да, что там очень было загрязнено. Теперь вы все можете посмотреть. Мы даже там, наверное, не будем проводить волонтерскую акцию в этом году, потому что по сравнению с тем, что было до 2012 года, там чистота. То есть, было даже такое, я помню, сам участвовал, это 2010-2011 год. Мы буквально там колонну из КамАЗов с мусором вывозили оттуда. И просто уже сил у меня лично на фестивальную часть оставаться не было. Поэтому в этом году мы стараемся все запланировать так, чтобы все-таки людей разгрузить, чтобы получить результат, и чтобы все все-таки смогли поучаствовать в фестивальной части. Отличает от тех мероприятий, которые проходили уже на Ладе предыдущие года, то, что мы все-таки целью поставили привлечение максимально широких масс. Сделать мероприятие разносторонним, интересным и насыщенным. То есть, у нас есть определенный момент, я вот вам уже говорил, что мы теперь не просто людей приглашаем участвовать в фестивале. Мы им приглашаем брать какую-то площадку и участвовать в волонтерских акциях. Чтобы человек, поучаствовав, например, с той же рок-группой на волонтерской акции, пошел потом их послушать. И как бы мы преследуем такую цель, что это намного больше даст эффект. Приобщаться. А, ребят, кому будет интересен экологический фестиваль? Саша, как ты будешь? Да я думаю, всем. Кого приглашаешь? Куда? Ну, собственно говоря, может быть, на свое выступление, опять же, на ваше выступление. Всех, абсолютно всех, да. А возраст есть какой-нибудь? Нет, без ограничений. Без ограничений? Конечно. Ну, фримаркет также проходит без ограничений по возрасту. Ну, если смотреть на предыдущие фримаркеты, то там прям от грудничков до взрослых женщин, уже бабушек даже, которые приходят взять вещи, поучаствовать в каких-то даже мастер-классах, послушать какие-то лекции. Всем это интересно в любой группе. Мне очень интересно, я бы сходила 20-го числа, 20-го июня. Конечно, сходи, поучаствуй. Что делаешь 20-го июня? Ой, если честно, по-моему, у меня диплом на носу, поэтому все очень сложно будет с 20-го числа. Ну, вот Виктор не пойдет, но я, ну, по крайней мере, морально поддерживаю, я думаю, всех организаторов, всех участников. А я думаю, обязательно отправлюсь к Ладе, тем более такое прекрасное место выбрали, излюбленное нашего города, которое, мне кажется, любят все. Ну, мы старались. Старались. Ну что ж, у нас буквально секунды до конца эфира, что можете пожелать, что можете сказать себе, кому спасибо? Могу сказать спасибо абсолютно всем, кто нам помогает, и спонсорам, и партнерам, и волонтерам. И хочу пожелать всем, как бы, не бояться участвовать. Самое главное – это не бояться участвовать и не стесняться. Не стесняться того, что вы, например, хотите убирать бутылки, ничего в этом такого стеснительного нет. Мы рушим стереотипы. Вот эти замечательные люди за то, чтобы наш город был чистый, я думаю, мы тоже присоединяемся к ним. Да, мы благодарны за работу. Мы рады, что вы к нам присоединяетесь. Спасибо большое вам, что были у нас сегодня в эфире. Я надеюсь, что все пройдет замечательно. 20 июня мы встречаемся у Колодьи и поддерживаем вас. Что ж, ну а мы прощаемся, Вить. До свидания. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»